Здравствуйте, уважаемый друг и коллега! На связи Сергей Панферов, сайт panferov.com И в этом видео мы с вами рассмотрим, как хотя бы немного избавиться от хроматических аберраций. Что это вообще такое? Давайте я все-таки, наверное, нарисую. Наверняка есть уже много всяких таких картинок, я их не буду прикладывать. Я просто нарисую. От чего они зависят? Я не зря открыл сейчас свой любимый видеоредактор Adobe Premiere Pro. Вы видите, что с одной стороны есть какие-то цветовые искажения. Вот это и называется хроматические аберрации. От чего это происходит? Во-первых, это не совсем качественная или дешевая оптика, линзы, которые стоят на ваших камерах. Но, скорее всего, это на более маленьком ценовом диапазоне. Такие камеры. Вот давайте я нарисую такую линзу в 2D изображении. Здесь, к примеру, объект. И, к примеру, вот отсюда идет фокусировка, скажем, белого цвета. Вот сюда. Что у нас получается? У нас получается, что некачественные линзы преломляют, ну, как бы рассеивают этот белый свет. Ну, скажем, на зеленый, который немножко дальше идет. Вот. Либо наоборот, ближе я уже точно не помню. Прошу прощения. Ну, смысл, в принципе, я вам сейчас покажу. Вот там синий. Вот так вот, да. Вот красный. Вот. То есть, таким образом, относительно объекта у вас идет смещение одного цвета в одну сторону, у другого цвета в другую сторону. Вот. Не буду больше рисовать маркером, мышкой. Немного тяжеловато. Давайте посмотрим, как это здесь. Кстати, вот у вас может быть, допустим, синий цвет вылазит здесь, желтый здесь, да, или, допустим, зеленый здесь, розовый здесь. Но это приблизительно, я так сказал. На самом деле, давайте посмотрим, какое искажение здесь. Давайте я сейчас немножко увеличу нашу картинку. Вот. Мы прекрасно видим, что есть вот такая вот пурпурная полоса, да, вот в районе белого цвета. То есть, где у нас белый цвет, он отделяет от всего остального цвета вот таким вот цветом. Но не факт, что после вашей камеры будет именно такой цвет. Он может быть совершенно разный. И красный, и желтый, и зеленый, и лазурный, и фиолетовый, и так далее. Вот как сейчас фиолетовый. Каким образом хотя бы частично его погасить, да, вот этот вот, ну, как бы смягчить, либо частично избавиться от этой аберрации. Итак, давайте мы зайдем в Effects. Вот. Потому что попробуем сейчас это сделать штатными средствами Adobe Premiere Pro. Кликаем на папочку. Так, давайте я, наверное, подниму сначала вот так вот. Кликаем на папочку Video Effects и Color Correction. И здесь нас интересует вот такой вот эффект, который называется Change to Color. Мы его переносим на тот клип, где нам надо исправить, то есть избавиться от этой аберрации. Хороший кадр поймал. Вот, сейчас будем избавляться вот от этой аберрации, да, фиолетовой. У нас открывается вот такой вот фильтр, который мы наложили на наш клип. Нам необходимо в разделе From выбрать пипетку. Вот. И кликнуть именно по тому цвету, который у нас вылезает со стороны белого. Вот. Он у нас принимает, соответственно, этот цвет. Но не пугайтесь, что у нас вот как бы что-то тут изменилось. Это, в принципе, только по, смотрите, Change, да. Что менять? Hue здесь. Вот если мы откроем данную закладку, нам необходимо взять Hue and Situation. Вот именно по двум позициям. И после этого в этот чекбокс мы ставим галочку. Это сделано для того, чтобы увидеть, где этот цвет у нас вылезает. Можно даже вернуться в Fit, вот, чтобы увидеть всю картину, где этот цвет будет видоизменяться сейчас. И здесь мы можем оперировать вот именно Hue и Saturation. То, что мы выбрали. И здесь у нас, во-первых, Hue, как бы переориентация цвета идет. Вот. Тут много делать нельзя, конечно. Вот. Saturation, насыщенность. Можно сделать немножко меньше. Здесь бы Hue я поставил где-то процентов 20 бы. И Softness, это мягкость. Давайте все-таки я поставлю 200 процентов, чтобы более видно было. Вот. С чем мы работаем. Мягкость. Жестче, мягче, да. Вот. Ну и потом мы все сейчас увидим. Далее снимаем галочку. И посмотрим, как у нас было, как у нас стало, да. То есть уже практически, ну, видно, конечно, если приблизить. Но если мы поставим полный кадр, да, то посмотрим, как было и как стало. Естественно, это частичное избавление от хроматической аберрации. Вот. То есть это для тех, кто хочет это сделать именно в видеоредакторе. Например, в Premiere Pro. Но более гибко это можно сделать в Adobe Auto Effects. Тем более, что из Premiere Pro в Auto Effects можно перейти с помощью Adobe Dynamic Link. Итак, у меня здесь уже наложен слой данного видео. Давайте оставим этот кадр. Что мы можем сделать? Так. Немножко приближу. Мы прекрасно опять же видим эту аберрацию. Выделяем наш слой, с которым мы будем работать. Далее эффект. Color Correction. И Change to Color. Тот же самый фильтр, которым мы пользовались в Premiere Pro. Давайте возьмем пипетку. Кликнем на данном контуре, который вылезает. Соответственно, цвет принимает это значение. Здесь мы меняем на Hue Saturation. Давайте мы уже будем теперь работать. Так, поставим, во-первых, галочку, чтобы нам видно было, с чем мы будем работать. Так. Saturation. Softness. Давайте посмотрим. Доработать всегда можно. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот. Уже намного лучше. То есть, как это было без данного фильтра. И как у нас стало. То есть, уже намного лучше. Так. Ну, кое-что еще доработать все-таки придется. А Saturation много. Так. Ну, вот. Приблизительно так. 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 Вот. Теперь смотрите. У нас... Давайте немножко дальше сделаю. У нас в любом случае видна вот эта вот окантовочка. Да? Это, конечно, намного лучше, чем было. Вот, допустим, как это было, как это стало. Есть еще дополнительные фильтры, которые могут это дело смягчить. Ну, например, опять же, при выделенном слое идем в Effects, Color Correction и CC Color Offset. Здесь мы можем... Ну, давайте пока отключим Change to Color. Потому что у нас есть... Мы будем вот ровнять по фиолетовому цвету. Что в фиолетовом цвете присутствует? Ну, например, Blue Face. Вот мы его немножко убираем. Давайте убираем. Green. Чуть-чуть прибрать тоже можно. Хотя... Ну, вот так вот. И красный цвет. Делаем вот так, к примеру. То есть, теперь посмотрите, как это было, как это стало. Кликаем сюда. Так, еще раз давайте поработаем. Посмотрим, как это стало. Ну, на всякий случай, когда у вас, к примеру, ну, видна вот эта вот окантовочка аберрационная, да? Вот мы можем вот с помощью CC Color Offset видоизменить. Ну, тем более, что в этом контексте, да? Вот когда озеро такое вот зелененькое, это даже выглядит очень привлекательно. Теперь далее. Что еще можем использовать? Потому что, допустим, Color Offset не всем подходит. Да, вот я сейчас отключил этот эффект. Мы можем также использовать немножко другой эффект. Идем опять же в Color Correction и выбираем Exposho. Вот, что у нас здесь есть. Ну, во-первых, открываем мастер, кликаем на Individual Channels. Вот, зачем это сделать? Делать за тем, чтобы мы могли как бы оперировать каждым цветом. Ну, например, вот Blue, да? Немножко в минус делаем. Вот так вот. Exposho Offset. Давайте посмотрим ближе. Так. И Blue Gamma Correct. Немножко наоборот. Плюс в плюс. Чуть-чуть. Все. Давайте. Здесь оставим 0. Здесь. Чуть в минус. Gamma. Чуть в минус. И Red. Все. И посмотрим. То есть, тоже очень приличная картинка. Вот. Конечно, тут зеленого очень много. Так, заваливается немножко. Но аберраций уже никаких абсолютно нет. Вот, посмотрим. Да? Вот ничего вообще нет. То есть, он как бы маскирует вот эту каемочку, которая была у нас. Осталась после наложения Change to Color. Вот. И давайте теперь используем еще один фильтр, который мне также дико интересен. Выключим пока данный фильтр. И этот фильтр у нас также находится в Color Correction. И называется Gamma Pedestal Gain. Здесь у нас находится куча всяких настроек цветовых. Значит, что мы делаем? Давайте я приближу. Вот. И будем работать над данным изображением. Итак. Нас в первую очередь интересуют вот эти вот три значения. Итак. Blue Gamma. Сдвигаем. Ну, как бы немножко влево. Blue Pedestal. Еще тоже немножко влево. Но не до конца. Иначе зелень будет так заваливаться. И Blue Gain. Ну, можно наоборот прибавить даже. Вот. Далее. Что нас здесь еще интересует? Green Gain. Убираем влево. Чтобы зелень так... Ну, такая же желтая зелень не валила. Green Pedestal. Так. Тоже чуть-чуть влево. И... Много. И Green Gain. Ну, вот примерно так оставляем. Red. Так. Red Pedestal. Все-таки красного много. Не надо. Вот здесь. Ну, и здесь тоже немножко меньше. То есть у нас, опять же, все это маскируется. И смотрим, что очень хорошая картинка такая. То есть и цветокоррекция неплохая. И вот как было, к примеру. Да. Вот как стало. Это также очень хорошо работает в паре с фильтром Change to Color. Вот. То есть вот без него там аберрация все равно видна. Вот с ним уже не видна. И все три фильтра, да. CC Color Offset, Exposho и фильтр Gamma Pedestal Gain. Один из трех этих фильтр, они в паре помогают замаскировать хроматическую аберрацию, которую мы убирали. Ну что ж, для каждого видео вы можете выбирать тот или иной фильтр, который работает в паре с Change to Color. Вот здесь, конечно, настройки у вас будут уже совершенно другие, потому что аберрация может быть не только такого цвета, да, но и с разных сторон совершенно по-другому смотреться. Да, совершенно другой цветовой гаммы. Соответственно, здесь вам необходимо уже крутить ручки, настройки и смотреть на общую картинку, как она будет выглядеть в итоге. Ну что ж, большое спасибо за просмотр данного видео. На связи был Сергей Панферов. Сайт panferov.com Удачи вам и до скорой связи. Пока-пока.